всех приветствую меня зовут котова ольга сегодня мы поговорим с вами про кисти и если вы не видели другие рубрики про акварель вы можете зайти по хэштегу деснить нижнее подчеркивание про акварель и посмотреть видео про пигменты и про палитры сегодня обсудим кисти потому что это такой ну скажем так основной инструмент любого художника и не всегда понятно какие кисти нужны стоит ли скупать огромное количество и вообще сколько кисти должно быть в арсенале сразу подчеркну что этот момент индивидуальный конечно каждый из нас используют разные кисти и это все познается в любом случае путем проб сравнения и так далее но какие-то базовые моменты мы можем обсудить ну и просто понять вообще как какие кисти работают начнем с того что кисти бывают из натурального ворса и синтетические и также бывает сейчас уже очень популярный микс сразу скажу что синтетика сейчас довольно хорошие то есть если такие синтетические это не значит что она плохая натуральный ворс это как правило белки колонки коза бывает также вариации натурального ворса сейчас японии мангусты и волки и лизы хомяки хомяков конечно не бывает это шутка но тем не менее огромный сейчас выбор но мы поговорим вот в основном о том что такое более-менее классическим является если брать натуральный ворс то есть именно сто процентов состоящий из натурального ворса кисти то что следует отметить и в чем разница белка белка бывает с классическим креплением кисти то есть это вот таким вот образом они сделаны ну то есть соответственно металлическая обойма и закрепленный ворс белки как правило острый кончик она собирается очень легко и в большинстве своем это кисть рублев серия 1410 то есть в большинстве своем в принципе можно обойтись средней кистью если у вас небольшие форматы беличей и или большой кистью эта кисть скреплением уже французским то есть что значит это обойма как правило а ворс собран вот такой вот пластиковой насадкой который закрепляется при помощи металлической проволоки история кистей с французским креплением на самом деле довольно интересно сейчас это такой не дешевый сегмент кистей как правило он выделяется среди других но изначально это было придумано именно поскольку не было возможности до изготовления каких-то кистей вот при помощи скажем так вручную просто вот так вот приматывался ворс при помощи проволоки к деревянной вот этой ручки и получился таким образом кисть именно с французским креплением кисти белки держат воды много держат воды наверное даже больше чем пигмента это удобно когда вы делаете большие заливки это удобно потому что вам не приходится постоянно набирать пигмент и если она еще то есть вот мы можем видеть что я вот набрала в нее сейчас воды если я нажму на ворс то увидите сколько кисть отдает воды то есть вот прям несколько капель и соответственно а если вы хотите допустим делать какие-то заливки то это кисть прекрасно для этого подходит она отлично в этом смысле работает то есть вы можете очень долго заливать это также этой кистью очень удобно пропитывать лист водой если вы работаете в технике по мокрому также можно ее в принципе вот таким образом сложите и скажем так ворс и работать выбирать например лишний пигмент или краску то есть она такой лопаткой как бы становится плюс она забирает воду то есть если сейчас положить кисть сухую на влажный лист с краской то она впитает и и то есть мы видим что у белки очень хорошая впитываемость какой размер выбирать зависит от ваших форматов и предпочтений но в принципе мне кажется что например 1 довольно таки большая белка при наличии у нее тонкого кончика которым получится прорисовать в то же время и какие-то детали да то есть необязательно при этом использовать всегда прям лайнер то есть хорошая кисть хорошим тонким кончиком она вполне себе может рисовать и тонкие линии толстые вот такие вот по сухому если немного в кисти пигмента делать то есть можно ей прорисовывать и детали то есть это абсолютно не проблема если у кисти действительно хороший кончик другое дело что это можно проверить только на практике но в любом случае приобретая кисть смотрите отзывы смотрите какие например бывают ну скажем так результаты у других людей при пользовании этой кистью то есть в данном случае могу сказать что хороший кончик тонкий собираются кисти белки рублев они отлично в этом плане работают то есть и если вам например вам нужно две белки вы можете себе взять большую белку для заливок и маленькую белку для каких-нибудь деталей то есть вот это вот например белка это номер 3 и и прекрасно можно и какие-то прописывать мелкие моменты и прописывать детали она делает тонкие линии то и зависимости от того насколько сильно вы на нее будете давить вот это касательно белок есть еще белки это например серия ван гог вот пожалуйста два варианта один ван гог это натуральная белка кисть номер шесть и а вот это вот имитация белки вот натуральная белка например от ван гог она берет просто какое-то колоссальное количество воды наверное ни одна кисть у нее столько не берет вот действительно можно просто ну я не знаю весь вот этот лист закрыть наверное при хорошем наборе воды спокойно сделать какой-то градиент как-то спускаться вниз то есть никакой сложности и задержки там у нее нету с водой она прекрасно отдает воду а это микс синтетики с белкой то есть она такая вот не круглая но тоже в принципе такой вариант которым можно рисовать прекрасно и по сухому и по мокрому то есть она отдает корм количество воды среднее и она отдает количество пигментов принципе равносильное количество воды поэтому ей тоже удобно работать на мой взгляд у меня например она не вызвала каких-то вот нареканий ворс у нее хороший то есть все в принципе она делает нормально тоже какие-то тонкие детали и прорисовывать можно у нее тонкие линии получаются вполне себе сухой штрих тоже работает поэтому вот такой вот альтернативный вариант далее можем посмотреть как работают колонковые кисти колонок это соответственно уже другое животное вот и он более упругий то есть если белка берет очень много воды и чуть меньше пигмента то колонок наверное он более упругий он набирает больше пигмента единственного колонка не всегда можно найти такой острый кончик как у белки но тоже колонком можно делать и заливки и прорисовывать какие-то там тонкие или не очень тонкие детали в зависимости от кончика вот здесь например кончик не очень толстый он такой более закругленный но все равно можно подобрать колонок с тонким кончиком есть такой вариант например как рублёв это серия куде 15 она смесь колонка и синтетики вот она просто безумно хороша в работе она очень упругая она рисует и тонкие линии и какие-то сухие штрихи и можно делать и заливки прекрасные можно делать то есть воды она также держит много кончик у нее очень хорошие в вопросе изнашиваемости то есть вот она действительно может рисовать очень очень тонкие линии при этом кончик у нее но вот пока у меня лично не притупляется колонок обладает большую пругостью соответственно если вам не нужно столько воды если вам не нужна более маневренная кисть то колонок вам в помощь если вы хотите например натуральный ворс который будет себе содержать свойства кистей и натуральных и синтетических то есть чтобы можно было работать по разному до в разных техниках то я рекомендую попробовать каллиграфические кисти вариант на самом деле сейчас довольно популярной среди аквалистов они тоже бывают разные они бывают и разных размеров и разные по своим свойствам то есть вот абсолютно вот от такой который может работать как как флейтс до вот такой маленький который может работать как лайнер или кисть для детализации то есть в принципе вот эта кисть держит неимоверное количество воды да она большая но ей работать по форматам крупным и даже не очень крупным очень удобно то есть она может использоваться как флейтс которым вы можете смачивать лист она может использоваться для заливок она не смотря на свой гигантский размер потому что я немного ошиблась с размером и вообще не очень понимала что я буду с ней делать но она может использоваться и для каких-то техник и сухих штрихов то есть применяться абсолютно по-разному если ее распушить и также можно рисовать какие-то например элементы или деревья то есть зависимости от того что вы хотите делать вообще я последнее время в основном рисую каллиграфическими кистями потому что мне нравится вот такой вот разносторонний скажем так подход этих кистей можно ей рисовать и детали можно ей рисовать какие-то эффекты какие-то там деревья неважно что крыши и фактуры в этом плане кисти ведут себя просто отлично есть минус то есть тоже не всякая коза хороша бывает когда очень сильно выпадает из нее ворс это случается это нормально если это просто не проходит то наверное стоит попробовать другую кисть но в принципе или вот например такая маленькая кисть это тоже каллиграфическая кисть вот она просто отлично подходит для детализации например для каких-то там моментов то есть ей тоже хорошо прописывать какие-то ну скажем так тонкие линии она может делать и совсем тонкую линию и более толстую линию она очень хорошо держит воду тоже сухой штрих можно тоже ее скажем так вот распушить ничего ей не будет то есть этого бояться в плане козы не надо она в этом плане хорошо работает и я не думаю что вызови какие-то вот прям проблемы то есть можно делать например фактуру можно делать тонкие линии совсем я например довольно каллиграфическими кистями и советую попробовать потому что это действительно универсальный такой инструмент и для заливок потому что коза держит очень много воды даже где-то больше чем белка и и для вот опять таки эффектов если вы ее чуть-чуть помучаете да и можете создавать какие-то эффекты и можно ее использовать также как плоскую кисть потому что если его таким образом сложить она прекрасно тоже уже показывала подходит в плоском виде кисть для выбирания краски или там для каких-то деталей то есть что-то можно и прорисовывать и даже если кисть большая она с этим справится размер кистей тоже зависит от вас то есть тоже вполне можно себе взять одну среднюю каллиграфическую кисть и попробовать потому что она будет работать как универсальный инструмент то есть не обязательно иметь вот такую лопату есть даже вот такие флейцы но это у меня просто произошла опять-таки проба пера ошибка но ей наверное хорошо заливать такие а то три больше формата то что вода она держит неимоверное количество так в принципе вот подобного рода кисти мне например не очень подходит и вот например флейц из козы топинокс он тоже чудесно очень работает то есть им очень удобно делать заливки он тоже держит много воды и заливки он делает довольно таки хорошо то есть никаких проблем не вызывает также можно ребром работать он тоже делать довольно-таки тонкие линии в зависимости от нажима то есть все зависит от того как вы будете его использовать Также можно им даже как-то отдельно рисовать какие-то эффекты, создавать. То есть, работая, например, вот тоже ребром, повертеть его, покрутить, он тоже может создавать интересные довольно-таки сюжеты. Ну, прежде всего, флейц, конечно, изначально используется для заливок, поэтому можно иметь в своем арсенале один флейц. То есть, мы пришли к какому роду? Нам нужен один флейц. Вот это, например, маленький небольшой флейц синтетический. Я его покупала здесь, в Греции, поэтому не могу сказать, к сожалению. Ну, таких флейцев много, эта синтетика, несмотря на это, прекрасно работает эта синтетика. Тоже отлично можно ей и лист залить, и какие-то проработать сюжеты боковой частью. То есть, работает, в принципе, он хорошо. Соответственно, вам для полноценной работы нужен один флейц, одна средняя кисть для заливок или для, в принципе, работы в целом, белка или колонок, или синтетика. И одна кисть для детализации. Это коза, то есть, бывает коза для заливок и такая. Ее также можно использовать, это пинокспосейдон серия. Ее также можно использовать как для смачивания листа, так для заливок. Она очень мягкая, держит очень много воды. Также ее можно вот тоже вот таким образом распушить и создавать какие-то эффекты, если она в сухом виде. То есть, тоже рисовать, например, деревья или что-то такое, то есть, какие-то вот, может быть, фактуры. В этом плане она тоже очень интересно работает, и ей удобно траву, например, рисовать. То есть, можно работать ей вот таким образом, создавать какие-то штрихи. То есть, тоже получается такой вариант два в одном. Ее тоже можно использовать как флейц и как кисть для эффекта. Ну и, соответственно, есть еще такие варианты, как синтетика. Да, есть еще миксы, я уже говорила. То есть, вот, например, вариант Рублев, вариант Да Винчи. Тоже Да Винчи, вот, в нее такой острый кончик довольно-таки. И сама она, в принципе, несмотря на то, что это не натуральная кисть, она набирает много и воды, и пигмента равномерно. Есть синтетические полностью кисти. Они аналогичны, кстати, чем-то по каллиграфии, кистям каллиграфическим. Это, например, тоже Pinox High Tech серия. И вот эти кисти тоже, мне кажется, стоит рассматривать как такой вариант для своего набора. То есть, можно иметь маленькую, тоненькую кисть номер 4, например, и кисть номер 8. Для полноценной работы вот этих трех кистей, например, будет достаточно. Это будет флейц, это будет вот такая кисть для заливок, например, каких-то крупных работ, и маленькая кисть для детализации. Она набирает пигмента, то есть, она работает как каллиграфическая, она может быть и плоской, и острой. Как вы ее поставите, то есть, можно ей делать заливки, можно ей делать сухой штрих, можно ей делать какие-то эффекты. То есть, линии она может тоже тонкие проводить вполне себе спокойно, это ей никак не мешает. Более толстые линии какие-нибудь тоже, может быть, эффекты, вот в смысле того, что если ее распушить, она от этого не страдает. Вот она у меня уже давно довольно-таки. И я не вижу, например, никаких проблем с ней в плане ворса. То есть, вот он у нее в том же виде, она может работать еще как лопатка, то есть, чтобы выбирать тоже пигмент. Поэтому кисть очень упругая, работать ей, в принципе, хорошо и удобно. Ну и такой же вариант, соответственно, маленький. Им можно делать тоже и какие-то детали, и какие-то моменты прорабатывать. То есть, это, в принципе, ну такой же вариант, только более тонкий. Даже если она будет работать по-мокрому, она, в принципе, прекрасно может вот даже такого размера какие-то производить эффекты. Она довольно-таки упругая, то есть, прямо она вот пружинит, поэтому с ней работать легко. Есть, соответственно, еще плоские кисти. Мы уже переходим к синтетике. Пинекс, это была синтетика. Плоские кисти хороши чем? Они удобны для проработки каких-то деталей, опять-таки, тонких, если вам нужны ровные, тонкие линии. Если вам надо нарисовать, например, ну то есть, опять же, чтобы она была упругая, конечно, более-менее. Есть и плоские беличьи кисти, это будет более мягкая кисть. И вот чем хороши плоские кисти, они позволяют проводить ровные линии. То есть, если работать ребром, то она может довольно-таки интересные эффекты, тонкие создавать. И это может пригодиться во многих работах, то есть, если особенно вы рисуете, например, какие-то городские сюжеты, очень удобно ей, например, рисовать окна, вам не надо будет мучиться и там что-то пытаться выровнять, прорисовать. То есть, вот именно плоской кистью это действительно делать удобно. Кисти тоже плоские, бывают разных размеров. Если вы любите маленькие-маленькие форматы, можно-таки опять использовать вот такую маленькую плоскую кисть. Она тоже позволяет делать какие-то более широкие линии, более тонкие, от совсем тонких, да, в зависимости от нажатия. И тоже ей, например, можно рисовать какие-то маленькие окошки, делать какие-то тонкие детали. То есть, в принципе, если вам удобно и нравится работать плоскими кистями, то в своем арсенале можно одну плоскую кисть иметь. Они, как правило, если это синтетические кисти, недорогие, поэтому думаю, что приобрести такую кисть может быть не лишним, если вы в этом нуждаетесь. И синтетические кисти бывают также вот, я могу сказать про Искоду. Перла в основном, она синтетическая, имеет очень острый кончик. И вот у меня вот такая серия, я очень ей довольна, это Ван Гог 191 серия. И, наверное, вот тоже такой набор, которым можно нарисовать практически всю. Одна большая кисть номер 12, ей можно делать заливки. Для каких-то, например, более мелких деталей и вот совсем маленькой кисть для детализации. Набор вот из таких трех кистей состоит. Чем они хороши? То есть, во-первых, у них просто очень хорошая упругость. Она прекрасно работает и с заливками. То есть, она держит много воды, ей можно вполне себе лист заливать. У нее очень тонкий кончик, и даже я могу сказать, что вот эта кисть, которая довольно-таки большая, то есть 12 номер, у нее такой тонкий кончик, что можно ей спокойно сделать всю работу. Проработать и детали, сделать какие-то сухие штрихи, сделать заливку. И, в принципе, я иногда даже не использую вот эти две. Но здесь, соответственно, еще меньше и тоньше кончик. Моменты такие, что вот в Ботанике, наверное, думаю, такой очень пригодится. Кисти очень упругие, кончики у всех острые, поэтому вот такой вот. Вариант. Также, кстати, плоскую кисть хорошо иметь. Если вот вам иногда надо что-то подвыбрать, то вы смачиваете просто кисть, вытираете, и вот таким образом выбираете пигмент, каждый раз кисть смачивая и убирая, например, лист. То есть, вы можете какую-то тонкую линию сделать, выбирая пигмент с бумаги, именно плоской кистью. Можно просто вот так ее прикладывать, ввести, и она вот будет выбирать пигмент. Есть кисти-лайнеры. Это кисти для совсем каких-то маленьких и тонких деталей. Вот, например, кисти. У меня их немного, потому что я стараюсь подбирать такие кисти средних и больших размеров, чтобы их кончик мне позволял особо лайнером не пользоваться. Но, тем не менее, иногда нужны детали и, например, какие-то провода или что-то такое. Если вы рисуете городской пейзаж, вам будет нарисовать все-таки без лайнера сложновато или какие-нибудь травинки. Поэтому вот можно взять, например, это лайнер от Pinox и можно нарисовать тоже им более толстые линии. Но все-таки лайнер нам нужен для тонких линий. Вот, поэтому он такой очень маневренный. Он прекрасно линии рисует и тонкие, и толстые, в зависимости от нажима. Можно какие-то эффекты, кстати, создавать лайнером, если его положить боком. То есть это могут быть и какие-то травинки, и какие-то там, ну, не знаю, может быть там деревья. Воды он держит довольно-таки, ну, среднее количество. Понятно, у него ворса немного, но, тем не менее, ну, мне кажется, он такой оптимальный вариант. Не советую я лично, ну, это выбирать каждому, не советую я лайнеры из натурального ворса. Почему? Потому что, чтобы у вас была тонкая линия, вам нужен упругий ворс. И синтетика, она в этом смысле очень хороша. Ворс из натуральных материалов будет все-таки более такой неподатливый и будет сложно провести линию. Ну, или бывают совсем маленькие вот такие лайнеры, то есть это вообще такой короткий ворс. Тоже, наверное, для деталей подойдет. Это у меня Рембрандт, и это вот как раз Соболь. И вот Соболь, он, например, мне менее устраивает, чем синтетика в этом плане. Хотя вот тоже, видим, это, по-моему, единичка, да. И вот он тоже может проводить довольно тонкие линии. Ну, или там, я не знаю, если у вас есть какие-то трудности, ее можно использовать для подписи на вашей работе. То есть в этом плане какие-то детали тонкие пригодятся и можно использовать. Ну, и можем еще поговорить о кисти. А, есть еще кисть вот такая, да, Гер, это Pinox серия Уророса. Это тоже синтетика. Вот, кстати, такой прям в виде сабли отличный лайнер. Он, наверное, даже может заменить вот обычный лайнер, который я до этого показала. Потому что тоже им прекрасно можно делать и какие-то провода. Он держит нормальное количество воды, среднее. То есть не обязательно его каждую секунду там куда-то макать. То есть он делает очень тонкие линии, вплоть до таких, как практически толщина волоса. Можно им делать провода, какие-то заливки. Можно, опять-таки, делать им какие-то эффекты. Если его положить вот так боком, можно делать какие-то средние линии. Вот такие фактуры. Вот такой вот именно лайнер я бы рекомендовала. Потому что он действительно удобен и многофункционален. Вы можете не только тонкие линии рисовать, но и другие какие-то делать эффекты. Ну и, соответственно, есть вот такая веерная кисть. Она хороша тем, что можно ее использовать для разглаживания каких-то моментов в акварели. Если у вас, например, вот что-то там неровно легло, она в этом плане помогает. То есть таким эффектом подметания. Либо можно ей банально рисовать какие-то пушинки, травинки. То есть она тоже дает такие острые довольно-таки линии. Ну и тоже создавать какие-то эффекты, фактуру. То есть в этом смысле кисть не обязательно, но если интересно, можно попробовать. Так же, как, например, кисти тоже бывают специфические для прорисовывания. Вот эта кисть у нее разной длины ворс. Это Рублев тоже. И вот ей тоже можно прорисовывать травинки. И вот таким образом, и таким образом. То есть если у вас есть какие-то сложности с прорисовыванием тонких деталей, травинок, то такая кисть тебе вполне подойдет. Можно ее использовать, почему? В качестве помощника. И travel кисти какие-то. То есть это может быть... Сейчас очень много кисти вот в таких футлярах. Если вы любите рисовать в путешествии, если у вас небольшой с собой формат, я имею в виду именно скетчинг какой-то, а не пленеры, то вот такая кисть отлично подойдет. Она компактная, маленькая. Это из кода. Она держит среднее количество воды, среднее количество пигмента. То есть кончик у нее такой средний. Не сказать, что он очень острый. Не сказать, что он прям такой никакой. Но вполне себе такой оптимальный вариант. Удобный, который всегда можно бросить куда-то в сумку с собой. И порисовать при возможности. Есть в наборах акварельных очень часто вот такие маленькие кисти. Это, например, от Van Gogh. Кстати, вот серия кисти практически у нее такая же. 191, как я показывала кисти до этого. Но только это вот такая компактная. И она, кстати, очень тоже долго прослужила из этого набора. И тоже ей можно рисовать прекрасно очень тонкие линии. Она вот прям работает в этом смысле отлично. И просто что-то делать. Какие-то скетчи. Можно даже делать небольшие заливки. Ну, то есть такой дорожный удобный вариант. Всегда можно ее положить. Она много места не занимает. Главное это делать аккуратно, чтобы ворс там у нее не повредился. Вот, собственно, по кистям. То есть вам выбирать, что лучше. Есть еще вариант Aqua Brush. Все, наверное, про него знают. Эта кисть из себя представляет синтетическую кисть. Вот такую с колпачком, с резервуаром, куда вы наливаете воду и закрываете ее. И можете без воды с собой рисовать где-то вот в дороге. Она хороша для быстрых скетчей. Тоже они бывают разные. У меня какая-то она японская кисть. И у нее ворс хороший. Хоть он синтетический, но он прекрасно себя ведет. И, в принципе, нет никаких проблем с заливками или какими-то небольшими работами. Можно туда также заливать чернила жидкие. Или вы можете смешать акварель с водой. И там уже иметь цветной пигмент. Если вы можете какой-то скетч сделать в монохроме, то есть где-то в дороге, отличный вариант. Очень удобно. Они тоже бывают разных форм. Круглые, плоские. Поэтому тоже удобный такой вариант именно для путешествий. И если не всегда под рукой есть вода. Или удобно доставать какие-то компактные стаканы. Вот. По кистям я, в принципе, сказала. То есть, если подводя итог всей этой беседы, что нам нужно? Нам нужен флейц. Если вы работаете по-мокрому, синтетический или натуральный, решать вам. Натуральный дает очень много воды. Синтетический будет более жесткий и может бумагу немножечко повреждать. Размер флейц зависит от вашего формата. Одна круглая кисть синтетика, микс или колонок или белка, я считаю, нужна акварелисту. Потому что, ну, все-таки это удобно для работы. И если у вас есть такая кисть, то, в принципе, основную работу можно вести ей. Выбор материала зависит от вас. Ну и, соответственно, кисть для деталей. То есть, это может быть или какая-то маленькая круглая кисть. Или это может быть какая-то маленькая плоская кисть, которой вы также можете делать детализацию. Или это может быть вот такой вот инструмент, который позволит вам делать различные эффекты и делать детали. Или это может быть стандартный лайнер с длинным тонким ворсом или с коротким. По сути, таким образом у вас получается, что вам нужно для работы иметь три кисти. В зависимости от того, какой материал, то есть, какие требования вам к ним есть. Нужно много воды? Берите натуральные кисти. Нужно среднее количество, колонок, синтетика. Если вам нужен тоже какой-то оптимальный вариант с эффектами, берите каллиграфические кисти. Коза прекрасно держит воду. Если вы любите какие-то более четкие работы, более такие структурные, фактурные, и вам не нужны плавные переходы и много-много воды, или у вас с этим сложности, выбирайте синтетику, которая, ну, хорошую синтетику, которая упругая, которая хорошо работает, и которая позволит вам создавать те эффекты, которые вам в вашей работе нужны. Выбор кисти всегда остается за вами, но еще такой важный момент, который стоит запомнить, обратить на него внимание, это хранение кистей. Они прослужат вам дольше, если вы будете правильно их эксплуатировать. То есть, соответственно, кисть после работы всегда необходимо хорошо промыть. Можно это сделать под проточной водой, можно промыть в чистой воде в стакане. Положение для сушки кистей оптимальное, если вы кисть или будете держать вниз ворсом, чтобы в обойму и туда не затекала вода и не разрушала вашу кисть. Или вы будете сушить их горизонтально. Хорошенько высушить кисть перед тем, как убрать, если вы храните ее в пенал. То есть, лучше в стакан кверху ворсом не ставить, если вы храните их в стакане. Можно просто положить кисть вот таким образом на стакан, и пусть они у вас сушатся. На любой стакан они так ложатся, в принципе. Или просто на какую-то ровную горизонтальную поверхность. Это позволит кистям просохнуть, можно их заранее даже промокнуть салфеткой, и таким образом у вас кисти будут эксплуатироваться дольше. То есть, тоже старайтесь обращаться с ворсом аккуратно, не деформировать его. Я не говорю сейчас про кисти, которые именно для этих эффектов создаются. Хотя какую-то старую кисть я рекомендую не выбрасывать, а именно использовать для таких целей. То есть, ее всегда можно распушить, рисовать ей деревья, рисовать ей фактуры, какие-то листочки, спецэффекты. Очень для этого подходящий вариант. Поэтому не торопитесь выбросить кисть, если она износилась, она вполне себе может пригодиться. Так же, как маленькие кисти, потерявшие упругость, можно использовать для, например, нанесения маскирующей жидкости, если она вам больше не нужна в качестве кисти для акварели. Поэтому главное, чтобы кисти были чистые, все-таки стараться их просушивать перед тем, как вы куда-то убираете, не ставить их вверх ворсом, и тогда ваши кисти прослужат вам гораздо дольше и будут сохранять свою естественную форму. Также, например, если синтетическая именно кисть потеряла свою упругость, или у нее какие-то проблемы с ворсом, лучше ее можно сделать, опустив ее на несколько секунд в кипяток. С натуральными кистями я это делать не рекомендую, потому что они могут такой, скажем так, эксперимент не выдержать. А именно синтетика, она приобретет прежнюю форму, потому что влияет горячая вода на синтетику именно так, кипяток. Поэтому тоже такой вот известный, мне кажется, довольно-таки вариант, как кисти свои вернуть в прежнюю форму. Ну и, соответственно, пробуйте различные кисти, смотрите, как они себя ведут, выбирайте то, что вам удобно, и старайтесь сохранять их в той форме, в которой они у вас есть. В любом случае кисти, они, конечно, изнашиваются, но при правильном хранении и использовании кисть вам может послужить очень-очень долго, и особенно, если она вам нравится и вас устраивает, то почему нет. Надеюсь, это видео вам было полезным. Оставляйте свои комментарии, если у вас есть какие-то вопросы, задавайте, мы с удовольствием на них ответим. Спасибо большое!